И всем привет, ребят! С вами Стрвак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим новый челлендж, который у нас сегодня вышел. Сегодня у нас 15 число. Ну и поговорим о том, что же у нас нового здесь появилось. Поменялось ли у нас в этом духе что-либо. Выскажу свою точку зрения, так как тема касаемо челленджа в предыдущий раз набрала довольно неплохую активность. Поэтому обсудим сегодня этот момент. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вы так же как и я надеетесь на то, что в ближайшем будущем наконец-то что-то в этом плане поменяется, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только первые аккаунты, кистоя тему личные, так и так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. Сегодня у нас 15 февраля и сегодня в нашей игре появился новый челлендж. Новый челлендж, в котором все что поменялось это только лишь приз за 60 уровень. В этот раз у нас добавился скин Викинга Легаси. До сих пор у нас нету здесь ни устройств, ни каких-то новых введений. Все у нас по-старому, обычные ключи с ультраключами, да, с эпическими ключами. Ничего здесь в принципе не меняется. Ну а я до сих пор сижу и надеюсь на то, что у нас когда-то появятся те самые заветные устройства, о которых Орек даже сам говорил в видеоблоге, что они будут. Что будут эти новые устройства, что они будут здесь появляться. Но их просто-напросто здесь нету. Просто их нету, да. То есть у нас все что добавляется это 60 уровень нового скина. Почему это все работает именно так? Почему нету никаких новых здесь плюшек? Мне абсолютно непонятно. Что касаемо дней, то здесь у нас получается 15 дней все так же идет челлендж. Что немножечко, немножечко, немножечко непонятно. Если посчитать дни 4, 7 и 4, это сколько? А, нет, у нас так и получается. Ничего себе. Я думал, что у нас в этом месяце меньше здесь дней и будет оно более такое сокращенное. Но нет, вроде как по дням у нас все здесь хорошо. Я очень сильно надеюсь на то, что, во-первых, сегодня у нас появятся какие-то новые ивенты в игре. Так как сегодня у нас четверг, давно у нас не было никаких новостей от Ореха, не было никаких новых дополнительных ивентов и изменений в списке обновлений. Возможно, стоит уже задуматься о новом каком-то масштабном ивенте, да, который вообще говорил с контрактами. Может залететь, да, у нас уже, по сути, подходит второй, ну, можно уже, так сказать, подходит в концу второй месяц. Так как чаще всего у нас ивенты подобного рода выходят там на несколько недель, а может быть даже и на три недели выйдет у нас сегодня ивент. Соответственно, для меня непонятно, почему у нас в этом плане тенденция от слова совсем не меняется. Дождусь ли я, дождусь ли я каких-то новых челленджей? Вопрос хороший. Честно, я хотел бы видеть какие-то новые интересные предметы, да, здесь. Но Орех для себя решил, что новые предметы, возможно, даже и не нужны. Этот челлендж и так себя комфортно чувствует с ключами, да, и ничего им менять от слова совсем не надо. Тогда у меня лишь один вопрос. А чему было говорить в челленджах, ой, не в челленджах, а в видеоблоге про челленджи? То, что будут добавляться в челленджи устройства на корпуса. Даже на корпуса. Я уже не говорю про устройства на пушке. Этот момент мне тоже не понятен. Дефолтный челлендж для меня стал лично банальной вещью, которую я просто на заданках выполняю, забираю призы. И не стремлюсь его выполнить быстрее. Не стремлюсь получить что-то еще дополнительное взамен, да, в связи с тем, что... Ну, а что я могу еще получить? То есть, скины, как правило, у меня всегда на основном аккаунте есть. Ключи. Да, хорошо, я забираю, я покупаю. Да, они у меня фармятся для какого-то видеоролика для контента. Но, по сути, это все дело можно было бы намного интереснее разнообразить. Увеличить, быть может, даже количество звезд, которые нужно набить. Но при этом добавить интересные устройства, да. Как вот, например, у нас вызов принят, добавляются устройства по типу вот Роя, который сегодня у нас здесь появился. Да. И за счет этого повысить активность игроков ежедневно, которые будут заходить и играть в нашу игру. Только банально из-за того, что игрок заходит, видит интерес в челлендже и просто пытается как можно больше набить звезд, чтобы успеть забрать тот или иной предмет. Вы мне скажете, так и есть для этого элитный пропуск. Элитный пропуск это совсем другая вещь, при том, что она требует еще большего времени, да. И при этом вы получаете тоже только лишь один предмет, который находится в конце этой цепочки. И все. Да, то есть у нас нет последовательных предметов в виде устройств, красок там, либо еще чего-либо, которые могли бы заинтересовать игроков. Создать новые какие-то краски, либо создать новые устройства, либо добавить просто новые устройства. Я считаю, что это не составляет особо большого труда. Было бы в этом интерес и было бы в этом желание со стороны разработчиков. Я думаю, что мы бы это все дело увидели. Но тенденция у нас не меняется, тенденция у нас продолжается. Я продолжаю верить в то, что это все дело поменяется. Но пока что изменений в этом плане я никаких абсолютно не вижу и не замечаю. Будем смотреть, что у нас сегодня появится в рамках ивентов. 4 часа по МСК. Постараюсь быстро записать и прообозревать контентичек, который у нас появится. Да, что у нас там добавят нового интересного. Поэтому, если что, следите. Пишите, что вы думаете по поводу челленджей. Согласны ли вы с моей точки зрения? Ждете ли вы новые челленджи? Хотели бы видеть вы эти новые челленджи? Интересен ли был бы вам контент с получением каких-то новых предметов, которых у вас нету в гараже? Потому что я более чем уверен, что то, что предлагают в челленджах и вам, и мне, да, те скины, которые здесь добавляются, они все уже давным-давно выбиты. Согласны вы со мной? Пишите, что вы думаете. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если бы хотели, так же, как и я, чтобы эта вся тема уже в ближайшем будущем поменялась и обновилась, да, чтобы у нас появился реально какой-то новый толчок, свежее дыхание челленджей и интерес вокруг них. Так как, по сути, сейчас вся игра подвязана на матчмейкинге, да, и все крутится только лишь вокруг него. А если у нас все крутится вокруг матчмейкинга, то, соответственно, и хочешь-не хочешь, все крутится вокруг этих самых заветных челленджей. Поэтому пишите свое мнение, поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.